Холмс, какой приятный сюрприз. Я знаю немного о тебе. Вижу, что ты проделал долгий путь от узника Империи. Да, я знаю о твоем освобождении из тюрьмы. Муцеры, приветствую. Сэр Холмс, Моровинд, Тамрель Ребилд, Гас Адрит, Острова Тилвани. Материковая, но как бы островная часть Моровинда, не та островная, какой вы могли подумать, Варденфелл. А вот оно. Моя задача в Гас Адрите найти музу бретонца, который зависает в таверне в парте Тилвани, сели грусти-то и утрате. Ее зовут Лара Филмона, как-то так. И я думаю, караванщик бы расспрашивать по этому поводу. Привет, расскажи о себе-то немного. Ну вот, я все слышал, да, ты заботишься о своем Риверстрайдере, а я еще тут музу одного дяденьки. Лара Филмона. Она сейчас на рынке, Холмс. О, так просто, отлично, спасибо, пошел, посмотрю. Так, Гас Адрит, значит, вон порт Тилвани свиднеется, ух, Тилванский метрополис, шикарно. Так, а тут у нас что? Гас Адрит, Гас Адрит. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать, спасибо. Такие же ворота великой Тилванской архитектуры. Стой! Теобальт, ты не, ты идешь не туда, хватит идти уже. Вот так бы сразу. Приветствую, Холмс, я Теобальт. Ученый и подчиненный гильдии магов. Вот почему я так популярен, как таракан в пироге на этом острове Тилване. Увы, я совершенно не силен в магии, но я способный ученый. Поэтому я здесь, чтобы узнать все, что я смогу по поводу госпожи Элдейл. А что принес, скажешь? А тут заправляет все. Очень примечательная магичка. Понял, спасибо. Я, знаешь, тоже тут по делу на самом деле. Ищут некую музу. Говорят, она на рынке. Да, тоже видел ее там, хорошо. А что думаешь про порт Тилване? Все вот недавно оттуда, по-моему, великолепны. Если хочешь поплавать, он недалеко, на севере. Ну, может, что-то отсюда. На риверстрайдере. Хорошо, спасибо. Так. Про этот город расскажи что-нибудь. Ты, я так понял, давно уже. Да, большинство людей здесь в Гассадриде. В прямом подчинении у госпожи Элдейл. Как бы то ни было, есть у некоторые посетители, которые прибывают сюда по торговым делам. Или чтобы посетить госпожу Элдейл и узнать ее мудрость. Так же, потому что Тут варят прекрасный маст, который ты можешь попробовать в таверне Мокрый Камень. А что за таверна? А это такой маленький гриб-домик. На север от Тельдарис. Его довольно просто пропустить, если ты не местный. Тельдарис, это я так понял. А, это четырехрогая башня в жилом квартале за портом и рынком. Есть мост, который соединяет ее с высокой плазой здесь в Гассадриде. Где наиболее известные премесленники заправляют их люксовыми магазинами. По правде говоря, тебе нужно пройти через башню, чтобы достигнуть этой плазы. Разве что ты не умеешь левитировать. На север от Тельдарис. Ну, наверное, это трудно пропустить будет. А, ну о себе-то расскажи побольше, какими судьбами тебя закинуло тут изучать. Вот это все. Просто выполняешь свою работу, я понял. А чем город вообще живет? Ну, по большей части это рынок и ремесленный город. Большинство жителей талантливых в том или в другом. И они продают свои изделия по всему заливу до порта Тилваниса. Хорошо, а что тут примечательного есть? Это Гассадрит в центре острова Хлаван. Недалекой переплывки на север находится порт Тилванис расположенный в острове Уан. На запад у нас Малагрит Малагрит. Понял. Я думал, расскажешь что-то по поводу какие услуги тут или что-то такое. А ты что-то меня тут заливаешь. Почему-то про услуги у тебя вообще спросить не могу, не хочешь говорить, но и не надо. Расскажи, кто тут есть. Про госпожу я уже слышал. Остальная часть граждан это в прямом подчинении поставщики, там торговцы на рынке, которые не живут, но регулярно приходят сюда торговать. Короче, пошел я. Где рынок? Так, это башня. Это что? Тоже башня. Может быть вот эта таверна? Это целитель. Особняк чей-то. О, рынок. Какие просторы тут. Мне нужна имперская женщина с красным стой хвостом. Нашел тебя. Что? Ли, он думал, что я его муза? Она фыркает, наверное, так. Этот мужлан? Ха! Его муза? Что за ерунда? Может, он так и думал? Но если б я такого и была, я и подумать не могу, во что бы скатилась его поэзия без меня. Я надеюсь, что он не зачитывал ничего тебе. На самом деле, это и есть причина, почему я покинула Портилванис. я и шагу не могла сделать, чтобы он не прыгал вокруг и не пел свои серенады. Это поэзия. Ах! Ну и пошел он к черту тогда. Я таким и передам? Да, конечно. Ах! Так. А где эта таверна-то? Да, слушайте, тут разные всякие контингент. Это я где сейчас нахожусь? Здравствуй, какие тут услуги я могу получить? Этот жалкий чужеземец Кай Миласио и представления не имеют, что местные ожидают торговцы. А вот здесь ты можешь купить что угодно достойно. Да, кстати, я давно не ел. Спасибо. закусить еще яйцом кламы. Чудесно. Кружками трогай да? Отстаньте. Я сейчас не в настроении торговать, мне надо спешить. Мастеру Митросу сообщить неприятные новости. Все очень плохо. Вот интересно, остальные меня сейчас не взлюбят за то, что я в стилване вступил в дома. продавец книг. Какой недоступный продавец книг, ну его к черту. Ну ладно, в общем-то, наверное, двинусь дальше сразу. Тем же путем через Латанис. Вот интересно, куда корабль может меня доставить. Можно пожалуйста информацию о Латанис. Ну я бы конечно предпочел риверс драйдера, но наверное меня не довезет до Латанис. в секунду информацию на Данис. Да, допорт стилване с и давай на корабле. Время терять нельзя. латанис, латанис, да я помню где тут таверна. Надо бы заночевать здесь. Я хотел еще первое свое посещение серию назад арендовать чудесный номер здесь. вы знаете, наверное поговорю тут с народом. Может быть найду учителя какого-нибудь перед левелапом чтобы по максимуму получить бонусы. сейчас бы я хотел кровать арендовать. Комнаты внизу твоя за третьей дверью наслаждайся. И сейчас поищу тренера. Ой, а вы что не сказали, что у меня вебка выключена? Ну ладно, теперь уже. Я тут далеко ходить не пришлось. смотрите, тут подошел к первому же посетителю таверны и он мне вот что заявляет. Холмс, какой приятный сюрприз. Я знаю немного о тебе. Вижу, что ты проделал долгий путь от узника империи. Да, я знаю о твоем освобождении из тюрьмы. Также я знаю, что ты член клинков, как и я. А я здесь на миссии, которая может стать куда легче, ты мне поможешь. А с чем же тебе можно помочь? Да, видишь ли, я выследил контрабандиста редких материалов, а именно лунного сахара, скумы, рабов и кое-какой ценной информации касательно активности империи. И проследил я его прямо до этой таверны. По факту говоря, он находится прямо в этой комнате. Недавно среди его клиентов оказался аристократ дресс, который имеет какой-то нехороший умысел против империи. Я собираюсь поймать его, но мне нужно застать его в одиночестве. Подальше от этой толпы. Он знает меня. У нас есть история. Я не могу говорить с ним, не рискуя выдать себя. И это твой выход. Если ты представишь себя как клиент, который хочет купить лунный сахар, ты можешь ввести его вниз в одну из частных комнат. А там я могу разделаться с ним, не привлекая внимания местных. Что скажешь? Интересно, давай. Превосходно. Вон он стоит около прохода ведущего к нижнему уровню здания. Удачи! Вау! Что делается? Я только сейчас вспомнил, что я забыл. Сообщить плохие новости Лему. Ну ладно, подождет. Так, проводите в комнату вниз. Это не так просто, да, по-любому будет. Ты смотри, you seek information а кое-что еще. Ты выглядишь так, не прочь потребить чего посильнее, чем гриф органианин. Интересно ли тебе получить собственный уголок наслаждения? Лунный сахар, говоришь? Я бы не отказался, но предпочел бы вести дела где-то в более приватной обстановке. Замечательно. Спустимся вниз и провернем сделку. Спасибо. не опираться ему в спину. Боже мой! Ну пошел! Ну? Это неужели? Опа! А вот сразу объявился химнатизь. Приветствую, Гритнул. Моё имя неважно. Важно сказать, что я ближайший представитель императора, которого ты когда-либо встретишь. Это мой долг как представитель арестовать тебя за предательство против империи. Ты сдашься или предоставишь мне честь казнить тебя на месте? Вы оба погибнете сегодня. Что ж, это дельце завершено. Спасибо за помощь, Холмс. Можешь взять с него все, что хочешь. Гритнул больше не понадобится ничего из его пожитков. Стреком успел ударить тебя. Девунный сахар. Кому бы сбыть теперь его? А про сахар. Схем что скажешь? Я не знаю, где он точно. Я все, что знаю, что он не как западная половина Морровинда. А мы в восточной части. А, ты на север от западной части Морровинда. думаю, что тебе надо через Вардынфилл пробраться. О, у него есть офигенно. Не будем терять времени. Еще три. идеально. Все. Оставлю вас тут наедине друг с другом. О, вот это апартаменты, да? Нормально. Я думал, это все мне. А есть че? Колечко. 10 утра. часто передохнуй. Я просто всю ночь предпочел потратить на все. Сила сотка просто. Чудесно. Привлекательность 101. 500 фунтов могу тягать. Ладно. Получил, что хотел, короче. Я все немного парюсь, забыл. Сюда хотел. Забыл наведаться портил Ванис, чтобы сообщить дядьке об отказе его тетике. В принципе, черт с ним. Здрасте, я тут мимо крокодил просто. И мимо аргнян. все. Теперь путь в раньон рун. Давайте посмотрим, найдутся ли тут какие-то места, неизведанные ранее. уйди, противный. Так, пора надевать. походное снаряжение. А, да, я не в ту сторону решил двигаться. О, гуар нападать на меня решил. Да, копье дисфункциональное надо будет поменять на что-то другое, конечно. Еще надо побольше прокачивать всяких. магии разрушения. Неплохо. Вообще я там покушать хотел же. забыл в таверне Латаниса. Ай, знаете, этот квест у меня такое впечатление неоднозначное оставил. Вроде такая завязочка и агент империи такой же как и ты. А делов-то просто замочить одного парня в сортире. Я-то думал сейчас целая какая-то линейка квестов откроется. Но нет. Ну ладно. Вот он наш Митрос. Кстати, мне вот все было интересно. Что у него за доспехи? Это не Адамантинли? Наверное, Тифон в полофот или как-то у него просто ой да-да-да-да-да. Так вот, Митрос, тебе удалось доставить петицию в парламент жуков? Парламент опять отказался будет проклят оратора. Что ж, благодарю за то, что принес ответ. Дай мне денек очистить мой разум, Холмс. А потом возвращайся. Возможно, у меня будет задание для тебя. Денек подождать, вот можно, можно. Нет, надо придумать, чем занять себя в этот день. Вообще, у меня, знаете, был соблазн, так как я тут на севере двинуться еще севернее в Телюаду и там взяться за квест торговца из Латаниса, блин, мне не нравится, когда много квестов висит на мне. Поэтому, я думаю, знаете, позакрывать вот те, что можно. Например, вот Folk Medicine зачем-то висит до сих пор, но там только надо пройти и доложиться о неудаче. Вот, и я думаю, что можно двинуться немного назад. Я все еще пытаюсь найти тут святилище между, где-то, обходные дороги между Тельмот-Риврой и Хелмимом. Короче, возвращаться на юга. на южнее перемещаться. Ничего себе он патрулирует. Ну да, это цифалопод. Наверное. Какой нафиг дамантин. Я бы еще сверился с картами. Как лучше пойти. Хотя, черт с ними, с картами. Просто двинем теми путями, которыми еще не ходили. Если я верно помню, дождь какой. Перекусить на дорожку яичками. Лунный сахар, кстати, ты скажешь, ты вас быть кому-нибудь. Вот, эта дорога, если я верно помню, ведет в Хелмим. Указатель есть, в принципе, все посмотрим. Пора переодеться. Возможно, это будет как раз да, Хелмим, Балойера, Фарвотч. Давайте-ка сверимся. Посвящение в храм, паломничество, святилище одиночества, рядом с Тельмой Триеврой. Самые преданные смогут пройти по этому пути. Никаких примечательных пейзажей нет. Найти трудно. Где-то в обходных путях, в горах на запад от Тельмой Тривры, на штат от Хелмима. Так, ну да, все, что я знаю, это на запад от Тельмой Тривры, а на штат от Хелмима где-то в горах, в обходных путях. Ну что ж, в путь, в путь снова. Что может быть лучше? Хоть и непогода, но мне это совершенно не мешает. Дорога зовет. Тельмус отдыхал мне. Тут ведь дороги такие живописные, да? Ну ладно, будем последовательны. Хочется, конечно, везде сунуть свой нос, но бабочки. Какая красивая яркая. О, это что такое? Будет забавно, если это оно. Нет, это святилище очищения. Здесь вивек выследил и поверг последнего кусаку какого-то злобного воплощения молокбала. Что-то такое. это не то, что мне надо. Но это было бы слишком легко. Как дорога извивается зигзагом тут. там всякая летучая живность неприятная. Опять дождь, ты что? Какие-то о. Стрелы неэкипированы. нападёшь даже. Помоги! Эй, органяня! Ты можешь мне помочь? Мне нужен кто-то проверить моего друга. Я привел его посетить усыпальницу моей семьи. чтобы сделать подношение. А он ещё не вернулся. Какую семейную гробницу? Да, мою семейную гробницу. Она немного на запад отсюда. Дальше по дороге. Я привёл сюда друга Алвара Матана. Он согласился помочь мне принести подаяние в гробницу, но с тех пор он не показался оттуда. уже два часа прошло. Он должен был уже закончить к этому моменту. Ты не мог бы пожалуйста проверить мою гробницу и проверить его? А почему ты сам не проверил? Но я бы это сделал, но гробница есть стражи. Мои предки, да, они всё ещё нападают на всех, кто входит, даже меня. Мой единственный навык в оружии это лук. А он не очень хорош в узких холлах гробницы. Поэтому я и привёл сюда друга Алвара, чтобы он мог заняться борьбой. Тоже как трудно были в Муравинде относиться с предками у него есть хороший мяч и заклинание. Я уверен, что скелетная стража до него проблемой не будет. Но мне нужен кто-то у кого больше навыков боя, чем у меня, чтобы проверить гробницу. ты сделаешь это? Ладно, в принципе ты звучишь убедительно. Давай, я помогу. Правда? А я... В смысле спасибо, как я и сказал, гробница моего семейства немного на вас на запад от места, где мы стоим. Несколько шагов за поворот. Дай мне знать, что мой друг в порядке. Хорошо? Ничего не обещаю. Знаете-то я может найду. Ну вот. вот и все. Надо вернуться сообщить новости. Уже мухи его поедают. опалит. Откуда тут нарисовался? Он сидел в засаде, выжидал меня, поняли? Нет, мы видели. Что такое, Холмс? Этот взгляд. Что ты нашел в гробнице моих предков? Альвар мертв? Я видел, как ты вошел в гробницу. Что там случилось? С Альваром все в порядке? Твой друг, Альвар Раматан мертв. Его меч лежит сломленным рядом с ним. Я на самом деле знал уже это. Усыпальницы предков это опасные места даже для их семейств, чтобы их посещать. Я знал, что меч Альвара почти сломан. Я заметил трещину вдоль рукоятки, когда он убил Кагути. Когда я спросил его об этом, он пожал плечами, сказав, что он отремонтирует его, когда вернется враньон Рун. Не знаю, почему он был так поспешен, или почему он не обращал на это должного внимания. Ремонт ведь не занимает много времени. Оправдываться. Он пришел со мной, потому что я нанял его оставить подношения в гробнице моей семьи. Он случайно не сделала эти подношения? Нет, подношения были все еще на его теле. Есть ли хоть какая-то надежда, что возможно ты захотел бы сделать эти подношения за него? Почему бы нет? Я полагаю, я смогу это сделать. Я уже был в гробнице в конце до концов. Правда? Спасибо, Холмс. я воистину ценю твою помощь в этом деле. Я буду скучать по Альвару сильно, но я не уйду, пока наша работа здесь не будет завершена. Пожалуйста, оставь эти подношения на краю пепельной ямы налево от предбанника, короче, гробницы. Яма содержит останки моего отца. Окей, окей. Интересные у вас квесты, конечно. Гриб растет. прям трибьют Марио какой-то налево, да? А че, он разве сломанный? Очень интересно. так стрелял отстойно. На, подожди, подношение-то. Меч, кстати, не выглядит сломанным, что интересно. А, а то он и стрелял. Топас ударяет огнем, ничего себе. отлично. Отлично. Я бы, конечно, хотел тут все осмотреть. ух, как, ниже, ниже. да тут не сказать что было прям совсем как-то опасно просто парню не повезло газ называется трус и усыпальнице достал такую два лыну я уж думал все конец мне пришел что он еще не продамажился почти никак поначалу и 100 метров без приключений не пройдешь а ты положил подношение на пепельную яму топлин я знаю я помню чем не надо было делать помни да 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 это я все помню разместил я твои штуки спасибо холмс бедный альвар умер пытаюсь разместить эти подношения поэтому я знаю что пребывание усыпальнице страшным испытанием пожалуйста возьмите 50 дрейков я хотел дать их альвару за его услуги ну спасибо вот еще одно доброе дело сделано насколько это возможно у меня такое ощущение что хелнем попаду быстрее чем куда-то вон туда куда я там попаду узнаем в следующем эпизоде пожалуй на этом заканчивать надо уже на такой вот непонятно какой ноте опять пошел дождь наверно грустный значит вот что ж друзья спасибо за ваше внимание за просмотры и за лайки подписки с архом с темрель ребилд и до встречи в следующем эпизоде